Так, щепа у нас положена, фольга положена, мясо и яйки мы заложили, сейчас мне понадобится две руки, поэтому я просто поставлю телефон, а вот это возьму так вот и хоба, и плотно-плотно прижму, вот так вот, крышка встала на место и целиком и полностью закрылась, мы можем еще даже вот так вот чуть-чуть по краям придавить тесто, чтобы уж наверняка ни кусочка оттуда дыма не вышло, то есть, чтобы все хорошо прокоптилось, красота какая! Интересно то, что крышка здесь прозрачная, а это значит, что мы будем видеть все, что у нас там внутри происходит. Шов очень хорошо загерметизирован, я думаю, что даже вот этот воздуховод нам тоже надо закрыть небольшим кусочком вот, хоп, тесто. вот, и давайте сейчас зажжем нашу конфорку, самую большую, засчитаем по таймеру 16 минут, за это время щепа должна загореться, то есть, у нас кастрюля с толстым днищем, то есть, там толстый слой металла, значит, нужно времени побольше, чтобы щепа начала открыть. Вдобавок, мы ее, щепку эту слегка намочили, вот, поэтому, я думаю, где-то 16 минут на очень-очень сильном огне, на самой большой конфорке этого хватит для того, чтобы, как бы, щепа начала тлеть и начала, как бы, производить дым, а наши птички начали коптиться. вот, коптить мы будем где-то примерно минут сорок, вот, а вот на каком огне, наверное, на среднем, 40 минут на среднем огне, то есть, мы чуть-чуть сократим. Ну, давайте пробовать. Включили самый большой огонь на максимум, самая большая конфорка и начинаем ждать, что же там у нас такое будет интересно, как оно все хорошо произойдет, то есть, я вижу, что через крышку можем наблюдать, вижу, что начинает подниматься температура, думаю, через какое-то время щепа начнет тлеть и мы увидим что-нибудь интересное. Итак, засекаем 16 минут. 16 минут еще не прошло, но внутри происходят какие-то процессы, я вижу, там вот клубится уже дымок, это значит щепа начала тлеть, то есть, видите, температура поднялась, а наша птичка стала коптиться. Вон он, вон он, этот дымок вьется, но совершенно нету места нигде, чтобы где-то он, крышка это пропускал у нас запах, то есть, нигде ничем не пахнет. Подождем еще какое-то время, чтобы щепа полностью заклела, вон там уже очень хорошо видно этот дымок, но у нас здесь ничто нигде, ни с какой стороны не просачивается, то есть, крышка хорошо загерметизирована. Будем наблюдать дальше. Через пять минут я сократила огонь, потому что здесь у меня начал гореть хлебушек, то есть, языки пламени снизу вырывались и начинали как бы здесь вот поджаривать. А там внутри у нас копчение идет полным процессом, мы подождем все-таки эти 15 минут, вот, а потом после этого очень сократим огонь, потому что мне кажется, что это ну очень сильно. Действительно огонь сильный, самая большая конфорка, но процессы идут, что-то там происходит, дымочек курица, посмотрим, что у нас как бы получится. Запахло копчением, я обнаружила маленькую дырочку, откуда просачивается запах. Я сейчас возьму кусочек теста, вот, и залеплю эту дырочку. Особо сильно не воняет, запаха я действительно не чувствую, то есть, как бы нет такого ой-фу, сейчас провоняет вся квартира, то есть, ничего подобного нет. Вот, а это, ну что тут скажешь, это мой косяк. Я здесь, видно, не долепила, надо было больше, я предполагаю, что это какое-то место на стыке колбасок. То есть, вот, когда я из теста делала колбаски, вот именно в этом месте как бы оказалась дырочка. Все, я эту дырочку заделала, запаха, да, запаха больше нет. Внутри у нас все интересным образом коптится. То есть, я вижу, что уже перепелочки у нас желтенькие, яички желтенькие, и мне кажется, что в данном случае надо еще до того, как прозвенит таймер, надо уменьшать температуру. То есть, все, я скрутила целиком и полностью, и думаю, выждать нам надо где-то полчаса, 40 минут, это многовато будет. Все, что у нас там в кастрюле, скорее всего превратится в угли. Если все-таки внутри не докоптится, не дожарится, я просто этих перепелочек кину в воду и сварю. То есть, будут такие копчено-вареные перепелочки. Вот, и в следующий раз просто-напросто увеличу количество времени. Ох, запах божественный, я тут облизываюсь, вот. Ну, давайте подождем еще немножко. Прошло 15 минут, запаха по-прежнему нету. Я поставила на меньшую комфорту и сократила буквально до минимума. Так, теперь поставлю таймер на 30 минут, и мы радостно будем ждать приготовления. То есть, вон оно там уже все красивенькое, золотистое. Надеюсь, это будет съедобно. Ждем! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...